Друзья, привет! Сегодня я хочу поговорить про очень злободневную тему. Хочу озадить проблему, с которой родители часто обращаются к детским психологам. Проблему возвращения ребенка из виртуального пространства в наше с вами, в реальное. Ну что, поехали! Какие бы мотивы не притягивали малыша к монитору, неважно, уход это от реальности или банальная скука, для родителей это должен стать первый тревожный звоночек о том, что малышу неуютно или некомфортно в реальном мире. Ну и что же делать в таком случае, спросите вы? Ну давайте разберемся. В первую очередь дети уходят в виртуальную реальность из нашей с вами суровой реальности, по причине того, что вы не уделяете достаточного внимания. И это не касается финансовой стороны вопроса, а скорее духовной. Проанализируйте собственное отношение к малышу. Достаточно ли вы внимания уделяете ребенку как личности? Интересуетесь ли его успехами и проблемами? Есть ли между вами доверие, взаимопонимание или дружба? Вероятнее всего, на некоторые вопросы ответ будет отрицательным. Но не стоит опускать руки. Знание своих недостатков или слабых сторон, наоборот, поможет вам быстрее найти взаимопонимание с малышом, и наладить с ним контакт. Не забываем, что физическое и психологическое состояние ребенка для нас должно быть в приоритете. Ну а теперь перейдем к основным моментам, на которые особенно стоит обратить внимание. Первое. Кто в доме хозяин? Вы или компьютер? Определите свое отношение к компьютеру. Что для вас это устройство значит? Интересная прикольная игрушка? Либо же это удобное устройство для получения какой-либо информации, либо рабочий инструмент? Для чего вы включаете компьютер? Для того, чтобы узнать сводки новостей, либо написать сценарий, либо что-то смонтировать, написать какой-то программный код, или же чтобы поиграть банально в компьютерные игрушки. И я в том числе сталкиваюсь с этим пунктом. На глазах у Дениса я исключительно либо монтирую ролики, либо пишу сценарий, либо какие-то новости читаю, одни условно работаю. И временное развлечение у меня есть только в том случае, когда Денис этого не видит, либо спит, либо гуляет. Второй момент. Седозвольность или табу? Стоит ли впадать в крайности? Запрещать малышу совершенно компьютерные игры практически бессмысленно и бесполезно. Это будет волна протеста и негодования, которая может вылиться в очень серьезный конфликт. Но и не стоит давать малышу часами засиживаться перед экранами мониторов или планшетов с телефонами. Да, вы можете позволять какое-то время малышу играть. Если вам нравятся компьютерные игры, можете в конце концов с ними поучаствовать. Так малышу будет намного интереснее проходить какие-то игрушки и вместе с вами развиваться. Особенно приятно, если эти игры будут развивающие. Но, естественно, не забывайте, что это должна быть одна из форм досуга и надо возвращаться в реальность. Третий момент. Чем же можно заменить виртуальные игры? Большинство родителей понимает способности и интересы своих малышей. Если ваша дочка любит печь или танцевать, а сын любит погонять мяч во дворе или, в конце концов, даже подраться, как я говорил уже в предыдущих своих роликах, отдайте ребенка на секцию. Ведь дети очень увлекающийся народ. И общение со сверстниками-единомышленниками, а также успехи в любимом деле, очень быстро вытеснит интерес к компьютерным или виртуальным каким-то играм. Кроме того, есть различные и домашние средства развлечения. Не забывайте, что существует различный конструктор, лего техникс, робостанция, RC-модели, в конце концов, которые очень быстро увлекут малыша и он забудет, что такое компьютерные игры и виртуальные развлечения. Четвертый, также немаловажный момент. Дело время, потехи час. Да-да, именно так. И никто не отменял эту древненародную мудрость. Как я говорил ранее, увлеките малыша каким-то постоянным делом. Отдайте его на шахматы, на рисование, на спорт и так далее. И тогда у него останется какое-то время на потехи. В том числе потехи могут быть разные, не только компьютерные игры. И если уж вы заговорили о компьютерных играх, то не забывайте, что малыши очень ценят, когда к ним относятся как к взрослым и договариваются заранее на берегу. Четко поставьте временные рамки, игрового времени, например, и скажите, что это одно из правил игры. Когда время выходит, наступает что? Гейм-овер. И соответственно, когда время малыша подходит к концу, и он начинает конючить, что ну можно мне еще часик, можно я еще поиграю, вы говорите, дорогой, гейм-овер, уговор есть уговор. Это был мой способ возвращения малышей из виртуального пространства в реальное. Ну и конечно помните самое главное, детям важно ваше искреннее внимание, ваша любовь и забота. Ну а если вам есть что возразить, милости прошу в комментарии. А также не забывайте делиться этим роликом с друзьями, подписываться на канал, ставить пальчики вверх. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, впереди еще много всего полезного и интересного. До новых встреч, пока!